Всем привет-привет! Мы приехали в Новгород. Сейчас прогуляемся и поснимаем немного. Ладно, поехали дальше. Хотим в Кремль зайти прогуляться. Чего ты так долго? О, кстати, классная фотка получится, можно сфотографировать. А ты не продефинцировала. Что? Твои руки под с туалетом продефинцировала. Почему? Я помыла с мылом. Помыла с мылом, вышла. А мне пошло пустое. Завтрак на природе? Мама, мама, хотеть прикол. Смотри. Слушай, башка, дай пирожка. Красота. Все цветет. И пахнет. Те, кто смотрели прошлый влог с Новгорода, те, кто смотрели прошлый влог с Новгорода, те помнят, как я туда в ней спустился и побежал туда. Я там видела такая маленькая тетенька. Ну ладно, все много людей сегодня. Здесь экскурсии проходят еще. Мне кажется, когда мы приезжали, здесь было 8 человек, 10. Да. Потому что сейчас, видишь, погода классная. Многие гулять идут. Так а где этот венок? А, он туда дальше идет. Венок и находится вон за той стенкой. Илюха ушел прям со мной к речке. Смотрите, как красивая вода. Вообще класс. Там утки плавают. Супер. Ну что, ручейки побежали, Илюш, да? Юный блогер. А вон уточки подплывают к тебе, Илюш. Смотри. Смотри, они плывут. Тихо, не напугай их. Не напугай, Илюш. Сейчас я попробую аккуратно подойти. Боже, здесь сколько ракушек. Подожди. Ой-ой-ой. Куда поплыли? Низа была батонка. Вот все время. Ну да. Все время. Смотри, смотри, пригнись. Они, когда для них высоко, они, видимо, боятся. Смотри, какой хороший какой-то зеленый. Мама, смотри, просвещаем вылез. Мама, смотри, просвещаем вылез. Мама, смотри, просвещаем вылез. За 10 тысяч. Да, каустины у нас есть. Сейчас посмотрим. В принципе, здесь Кальзидония есть. Еще-еще Зенден, это обувь. Кстати, Зенден обувь вот там. Вот там вот Зенден. А, Зенден, Санкт-Петербург. Зола. Ну, такие. Глория Джинс. Ну, Глория, это понятно. Элис какой-то. Ну, такие. Отдела не очень. Глория, зашли в магазин Сэлла. Сейчас попробуем, Илюша, померяем такие джинсики. И я себе пробую просто тренч. Я, конечно, не собираюсь именно его брать. Молкая штука прорезиненная. Ну, просто посмотрим, как нам из Сэлла, чтобы раньше я никогда не мерила. Че, переодевайся? В общем, размер, конечно, огромный. Емко. Такое, вообще. С моим ростом. Зашли в фамилию здесь. Тоже у них есть Новгородь. Ну, какая-то она такая. Честно говоря, не очень. Я очень устала. Мы, наверное, сейчас уже поедем обратно, потому что купили детям одежду. И все. Больше здесь ничего не хочу смотреть. Так, Тем, что у нас здесь есть такого? Давай посмотрим с той стороны. Мне кажется, у нас круче, конечно, фамилия. Здесь еще и темно. Это что такое? Бенажницы. Девочки, бутылки. Девочки, сейчас пришла с пункта выдачи. Ему наказала костюм себе в первый раз в жизни. Честно, срезерок заказываю. Смотрю, очень популярный сейчас этот масс-маркет-магазин. Ну, довольно хорошие отзывы на их вещи, поэтому решила рискнуть заказать костюм. Для меня, Артем, возьми ножнички, попробую открыть. Сверху вот тут прорезай вот так. Для меня просто самое главное, что, да, вот размер. И я же никогда раньше оттуда не заказывала. То есть, если в Эйчиндам я уже знаю, что тут, как бы, да, сомнения у меня были. Ну, ладно. Надеюсь, что все же у них по более универсальной вещи и хорошо они подходят. Дай бог. Вот я не очень люблю возврат эти делать. Кстати, еще хотела вам сказать, что я приятно сейчас удивилась, потому что видите, в какой коробке, в каком, да, с ручкой, с оформлением, пришел заказ. Это как вот у Зара приходит. У них тоже коробочки. Все очень хорошо проложено. Ну, вот так все. Вот, поэтому, потому что, например, в Эйчиндэм, там я уже привыкла, в обычном палитином пакете это все как-то не очень, да, сервис. А здесь вот так. Так, ну давай, вот так, клади. Ой, ты меня только ударила. А, ну, конечно, с улицы, Артем, сейчас. Аккуратно, только коробочку не нерви, чтобы ничего не было. Ух ты, заказала белый костюм. Вот эту бумажку оставьте. Она мне нужна будет в размере М. Я, конечно, его сейчас примерю. Как видите, все хорошо упаковано. И померю и уже вам покажу, как он будет. У нас такое чувство. Прям плотный, плотный. Вот это мне. Что низкий. Ладно, давай Артем, я померю и сниму на видео, как он мне будет. Нам не сидеть. Я уже переживаю, волнуюсь очень. И что-то я раскрыть, катиковала тут полностью его. Не знаю, что делать, оставлять, нет. Капюшон очень плотный все. Кто хочет на этот счет знать мнение, что вот бывает, он там падает, еще что-то, то этот, в принципе, он держит форму. Капюшон, ладно, ок. Сам цвет тоже все отлично. Как я себе и видела на сайте. Я его представляла. Такой, как бы нежно-белый. Минус в чем? Первое, брюки. Брюки размером, как я сказала, да, видите, они вот здесь вот просвечивают карманы. То есть ткань такая вроде не тонкая, но в то же время почему-то просвечивает. Я это вижу иногда. То есть это не сильно прям бросается в глаза, но вот как-то меня вот это смущает. Все так дешевит, что карман просвечивает. Следующее. Если я вот эту резинку выгну полностью, то получается я буду как, ну не знаю, мне кажется, он мне сразу огромным становится. То есть смотрите, как он ложится. Видите, у меня вот здесь такие прям, ну слишком, да. Вроде бы он должен быть объемным, но в то же время как-то так. Вот. Следующее. Если я подгибаю, да, то есть как-то он более-менее форму держит. Вот. Так брюки я имка нормально все села, все хорошо держится. Брюки я, наверное, верну. Ну, худи тоже, скорее всего, потому что я не буду оставлять. Как-то так. Такой вот здесь топырщится. Если я это все выворачиваю. То есть если я резинку опущу вниз, как она должна быть, то вот это место у меня все талия, она просто вот так висит мешком, как будто я беременная. Поэтому как-то я... На самом деле я не столько килограмм, как выгляжу в этом костюме. Понимаю, что он у Версайса, но все же. Такое, да? В общем, ладно, думаю еще сегодня, а завтра, если что, пойду на возврат относить. Так, ну и еще на посылочку как раз принес курьер от Зары. Заказала я там жакет. Давайте посмотрим. Девочки, я прям очень сильно волнуюсь, потому что он дорогой. Дай бог, чтобы он мне подошел. Я уже боюсь, честно, с этим костюмом так я расстроилась. Ладно, давайте попробуем. Откроем, и я уже примеру. Правда, очень странно, коробка вся перемятая. Слушайте, у нее вид такой ужасный. Смотрите. Че, вообще ужас, как этот... То ли курьер зависит этот, то ли от чего. Ой, 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 аккуратненько пленку открыть. Ну да, все скомкано. Вот такой вот бежевый. Бежевый горчичный, он считается. Заказала в размере... В размере М. Очень долго сомневалась. М-ку, Л-ку брать. О, боже мой. Но жир у меня маленький. Ладно, давайте примерю. Так, девочки, сейчас, конечно, здесь очень темно. И я сейчас одела на рабочую тут одежду. Просто вот так вот сверху на... Не стала переодеваться, потому что все равно что-то под низ я буду одевать. В данный момент просто обычная рубашка, да, хлопковая. Он, конечно, идет такой, как прямого силуэта. То есть это в то же время такой оверсайз прямой, да. Вот, если вы, конечно, видите, ростом 165, он мне так, да. Если вы, например, выше, учитывайте это, возможно, вам надо на размер больше брать. Если вы, например, метр 75, то вам точно М.К. не пойдет. Вам надо при провере моих параметрах брать уже 46-48 Л-ка идет. Кого идеально. Вообще, короче, не надо, длиннее не надо. Да, он круто будет, если с каблуками, если просто даже с кедами и со спортивной обувью, с топом, с чем там, господи, у нас с пыла. Давайте попробуем. Смотрите, я застягиваю и вот так. Слушайте, он такой приятный, мне кажется, у него даже тепло так как-то по-особенному, комфортно. Наконец-то я с ногтями. Ура, 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 ура. Целый год их не делала. Теперь я с ноготками. Так, давайте вместе с вами откроем коробочку с золотого яблока. И посмотрим, что я там заказала. Нравится. Еще раз повторю, всегда быстрая доставка, все классно. Так, чек. Я заказала два средства. Первая. О, там мой хороший. Как давно я уже хотела. Я выбирала, так сказать, прям вот усиленно. Я не знала, на чем остановиться, на каком бронзере. Потому что мой от хула закончился. Представьте, сколько лет мне его хватило. Вот, ну да, уже как бы срок сеном подошел к концу. Хочется что-то посвежее. Я взяла вот такой Physician Formula бронзер с маслом Мурмуро. Ну, я взяла тенок светлый загар. Очень долго сомневалась брать просто загар, либо светлый. Но я поняла, что для меня все же будет самое уместно. Это светлый загар. Как видите, все пришло хорошо упаковано. Он в таком вот немножко новом формате сейчас. Давайте быстренько откроем. Летом все равно так сильно не загорать. Поэтому, ну, не вижу в этом смысла. Не помню, что-то двойная упаковка, что ли? А, наверное. Ой, да ну, вполне для меня это. Вот самый нежный оттенок. Вот прям ярче не надо. Вот прям самое то. И он, вы знаете, прям такой, и как скульптор. И как... Вот видите его даже. Вот. Он пахнет кокосом. Так, далее. Следующее. Здесь у меня должен быть шампунь. Шампунь. Девочки, решила взять Эгомания. Если помните, Эгомания у меня была маска и шампунь. Пробники, если не ошибаюсь. Это было давненько. Может быть еще года 3-4 назад. В каком-то из боксов мне приходило. Я помню, что я прямо тогда влюбилась в эту продукцию. Поэтому я решила взять шампунь, когда увидела. Ну, довольно по стоимости. Это не совсем дешево. Цена такая, да. Ну, вот я выбрала интенсивное увлажнение с маслом авокадо. Решила все же попробовать рискнуть. Но если уж совсем не пойдет, то не буду, да, просто в будущем больше и заказывать. Рискнула. Вот. Потому что хочется что-то другого. По сути, мне понравилось. По аннотации, что здесь шампунь мягко очищает волосы. Нормализует водный баланс. Не только волос, но и кожи головы. И формула шампуня разработана специально для увлажнения сухих и пористых волос. У меня склонность к этому есть. Поэтому как раз это масло авокадо. Оно богато витаминами, да. Сглаживает, защищает структуру волоса. И делает их более эластичными. Увлажняет волосы по всей длине. Поэтому буду с удовольствием пользоваться. Сейчас поднюхаем аромат. Слушайте, аромат такой, наверное, больше авокадо. Такой очень нежный, воздушный. Вот, будем пользоваться. Все расскажу вам потом. Напишите, может кто-то из вас пробовал этот шампунь. Я была в фамилии. Не стала уже там снимать. Потому что, ну, в принципе, у нас что-то какой-то выбор. Особо вообще в последнее время я попадаю всегда, когда вообще все там разобрано. Но было там поступление в свечах в отделе. И, в принципе, я раньше брала уже вот эти свечи. Они неплохие. Ну, я не скажу, что они прям были у меня сильно амортизированные. Которые в больших таких, да, в плане вот в таких единичных, да, форматах. Вот. Они, как правило, дают маленький аромат такой слабый. Эти свечи прямо вот через пакет. Здесь, видите, штук упаковки. Вот аромат вот этого печенья. Прям такого, не знаю, кусочком шоколада и миглид, что-то такое. Ну, прям меня покорил. Думаю, решила взять. Сейчас как раз поспаковываю. Взяла ножнички. Здесь 199 рублей. Они, в принципе, 30 штук. Нормально. Я не стала с икеи заказывать, потому что у меня все закончились. Мини-свечи. И решила взять. Думаю, вот такой аромат. Прям там разные были. Магнолия. Потом маракуйя была. Эти какие они огромные. Конечно, с икеевским не стремнятся. Эти намного больше. Заявлено, что у нас здесь сколько? Четыре часа горения. Вот. Ну, посмотрим. Икеевский очень быстро разгорает. Совсем не четыре часа. Дай бог там на час-потрай хватает. Вот этот аромат прям один в один. Похож как в икеи. Свечи, которые белые с мороженым. Знаете, вот вкус мороженого. Если кто любит, то обратите свое внимание. Вот в этой марке тоже есть вот такие вот варианты. Ну что, девочки. Сейчас я готовила, приготовилась по работе. Немножечко. И потом хочу сделать пост в инстаграме по поводу этих средств для бровей от Фаберлик. Так, а, еще одно средство где-то у меня должно быть. Вот. Это у меня ящичек. Часто все для бровей здесь. То, что вы знаете, что я их очень люблю. При этом, не имея хорошие брови, я делаю брови хорошие. Это я ее сапожник без сапог. Ну, на самом деле, да. Нет, ну я не жалуюсь на свои брови. Но, конечно, в идеале, да, есть, конечно, где они растут. Хотелось бы их отрастить. Как мне снимать, чтобы видно было. Поэтому по поводу вот этих средств, наверное, сейчас делаю все же пост. Потому что мне есть что тут рассказать, написать. Гель хороший, если кто хочет вкратце видеть во влоге, да, мой отзыв. Карандаши классные, но не стойкие. И вот это средство маркер, ну, наверное, точно провал. Потому что все же оно то рисует, то не рисует. Но очень стойкие. Вот и очень трудно стереть отпечаточек вот именно самого тинта этого с кожи. Поэтому это вот такой отзыв у меня на Фаберлик. Я вчера сделала заказ, но, увы, буду ждать новиночки, которые придут. Очень жду, не дождусь. Так что у нас еще здесь бронзером сейчас этим порцию. И, девчонки, вот эта Physicians Formula даже упаковка еще не выкинула. Я просто хочу пост сделать тоже в Инстаграме. Вот, и он мне нравится. Я рада очень, что я не взяла темный цвет. Потому что, ну, он немножечко даже старит, да, когда, то есть, ты наносишь очень интенсивно. Ну, и в планах я сейчас, конечно, думаю о стрижке. То есть, не хочется портить полностью подлиннее волос, да, сам. Но хочется как-то преобразить его. То есть, хочется придать структуры, что ли, подвижности. Но у нас проблема, нету нормальных мастеров в городе. Поэтому я как-то не решаюсь их отрезать. Ну, вот, поэтому такие дела. Что-то очень сильно кобы сохнут последние дни. Не знаю, что такое. Ладно, побежала работать. И до следующего включения. Пока-пока.